Давай, Софика, название сейчас мы присвоим этому проекту. Акула. Ну давай, акула. Вот так вместе с преподавателем младшая группа курса анимационного программирования придумывает новое название очередному проекту, который не просто помогает им в творческом развитии, но и будет хорошим подспорьем для изучения в будущем информатики и овладения компьютером. На мой взгляд, это интересно, потому что они как бы, во-первых, у них есть возможность для творчества, во-вторых, они, в общем-то, результаты своего труда, они видят сразу, да, вот у себя на компьютере. То есть это, в общем-то, ну, и красочно довольно получается, то есть мультфильмы, игры, они могут это увидеть, поиграть в эти игры. И, в общем-то, есть возможность самим, самостоятельно, в общем-то, ну, собственно, бывают у нас и вообще новые проекты, они могут создавать самостоятельно, или же что-то менять с проекта, который мы вместе с ними создали. Востребованность IT-отрасли в современном мире трудно переоценить. Только в этой компании, помимо курсов для детей, можно изучать программу 1С, без которой сложно представить любую сферу бизнеса. Плюс разработка и сопровождение сайтов, консультации по работе на госпортале и так далее. Естественно, без поддержки государства тут не обошлось. Очень большую поддержку оказывает государство своими мерами. В 2019 году, когда я впервые услышала о возможности снизить тарифы по взносам во внебюджетные фонды, я сразу же этой возможностью воспользовалась. Я послала заявку на аккредитацию. Мы являемся аккредитованной организацией в реестре российских разработчиков. После аккредитации мы применили уже пониженные тарифы. То есть с обычных 33% по страховым взносам мы оплачиваем порядка 12% и даже уже меньше процентов по страховым взносам. Это очень хорошая помощь маленьким микроорганизациям, как наша. Что касается новых государственных мер поддержки IT-отрасли, они нацелены на организации с числом сотрудников не менее семи. Наши герои под эти цифры пока не подпадают. Но Федеральное министерство цифрового развития уже внесло в Госдуму поправки, где нет ограничения по количеству работников, чтобы небольшие компании тоже могли рассчитывать на господдержку, снижение налогов и льготную ипотеку. Словом, планы на будущее у IT-шников грандиозные. Также мы планируем для развития нашего учебного центра закупить оборудование, чтобы открыть курсы робототехники. Для этого собираемся воспользоваться льготным кредитом для IT-компаний по ставке 3%. А глава Министерства цифрового развития Карачаева Черкесской Республики Валерий Медовый, подчёркивая важность реализации федеральных мер поддержки IT-отрасли, предлагает таким компаниям руку помощи уже и на региональном уровне. Во-первых, это отсрочка от армии. Соответственно, от 18 до 27 лет сотрудники организаций, которые занимаются и работают в аккредитованных компаниях, не подлежат призыву. Для сотрудников льготная ипотека до 5%. Льготный кредит на развитие до 3%. Хотелось бы, соответственно, выделить упрощённую процедуру устройства иностранных граждан, если это действительно высококлассные специалисты именно в IT-сфере. И, соответственно, налоговые послабления. Вот это мы говорим о федеральной поддержке. Кроме этого, нами направлено предложение в правительство о рассмотрении снижения ОСН до 1%. А вот эта IT-компания благодаря поддержке государства вот уже несколько лет работает, развивается и успевает обслуживать на постоянной основе 12 учреждений нашей республики, что с любой точки зрения довольно хороший показатель.